Добрый ранец! Добрый ранец! А зараза б гэтым и иншим больше подрабязна. Сегодня на базе открытых акционерного товариства «Гомельшкло» будет запущена новая технологичная линия по вытворчасти энергоизберегающего шкла. Ее могутности позволить выпускать до 8 миллионов квадратных метров шкла в год, что даст мягчимость предприемству поширить ассортимент продукции. Запуск линий позволит полностью обеспечить потребности рынку Беларуси в энергоэффективном шкле и значительно скоротить долю импортного. В первые месяцы на внутренний рынок будет реализовываться около 60% объема вытворчасти. Остатнюю часть будут экспортировать Украины, Заходные Европы, Россию, Украину. Подрабязненности в наступных выпусках. Совет Министров затвердил график пероносу рабочих ден на 2017 годе. Отповедная информация размещена на официйном сайте Урада. С понеделка 2-го студеня працовный день пероносится на субботу 21-го студеня. Выходным будет и понеделок 24-го красавика, а суббота 29-го красавика – працовный. С понеделка 8-го мая працовный день пероносится на субботу 6-го мая. И замест понеделка 6-го листопада будем працывать и субботу 4-го листопада. Организациям предоставлено право с уликом специфики вытворчасти отжитивлять перонос рабочих ден у иншим парадку у ответности с законодавством. Начальником управления Аховыздоровья Гомельского облаканкама назначенный Игорь Баранов. Он скончил Гродзенский державный медицинский институт и Академию кирования при президенте Республики Беларусь. Карьеру починал санитаром у Мазырской центральной районной поликлинице. Затым працывал на разных посадах и установах Аховыздоровья Мазыра. До опошнего назначения Игорь Баранов был главным врачом Мазырской центральной городской поликлиники. У Гомеля обмерковали ход реализации Орхусской конвенции. Не глядячи на то, что этот документ был подписан на маль 20 годов тому, значная часть населения региона не зверталась до его никогда. Меж тем, конвенция дает мягчимость не только отримавливать информацию экологичного характера, но и оказывать реальный вплыв на решения, которые принимают у сферы Аховыновокольного сиропа органы улады. Алексей Синцров подчинялся подробностями. Конвенция отримала свою назву в поддатском городе Орхус, где она была принята в 1998 году. Ее основная задача – дать мягчимость кожному человеку принимать удел у выращения пытаний, связанных с заховыновокольного сиропа. Конвенцию подписали около 40 краин света. Сегодня все члены Орхусской конвенции разом с нашей краиной, Австрией, Великобританией, Испанией, Норвегией, Португалией, Францией, Чехией, Швеции, великий вплыв на ее принятие оказала чернобыльская катастрофа, когда люди начали потребовать предоставление полной и объективной информации об наступцах аварии. Сегодня органы державной улады могут отмолить у предоставления информации экологичного характера усягу у некоторых выпадках. Когда, например, такая информация может оказать негативный вплыв на междержавные относины, погражая национальной безопасности, те утромливают известки об неким человеку. До этой же категории относятся и дадены об местах знаходжения редких видов птушек и живел. Вогули международных погоднений по пытаниях оховыновокольного сиропа дешмат, але Орхусская конвенция – документ принципового нового типа. Это погоднение об отказности державы перед своими грамадянами и ее обовязку сопротивничать с громадкостью як равноправным партнерам. Появляются такие с хорошим экспертным потенциалом группы общественных активистов, специализирующиеся на выполнении положения Орхусской конвенции, общественные объединения организации, которые работают, надо отметить, в тесном сотрудничестве с природоохранными органами и в последнее время и с местными исполнительными распорядительными органами власти. То есть этот процесс очень хороший, он идет поступательно. Нелегите на то, что Орхусскую конвенцию Беларусь подписала в 1998-м, реально в нашей краине, и она начала працевать в 2007-м, когда были унесены ответственные изменения у закон о похове новокольного сиропа. Причем теперь органы державной улады повинны не просто обовязково продоставлять грамадянам информацию экологичного характера, али и уличивать грамадскую думку при принятии ответственных решений, як свечить практика работы Гомельского областного комитета природных ресурсов и охове новокольного сиропа, это позволяет сразу подбегнуть питания, которые вызывают значительный грамадский резонанс. В этом году тут отримали около 200 зворотов, треть за которых тыжится высекание древ. Получается, что мы немного недорабатываем данное направление, не работая на предупреждение появления таких обращений. Это касается не только территориальных органов Минприрода, но и, прежде всего, органов власти, которые должны, прежде чем принимать решение о строительстве, реконструкции каких-то объектов, которые затрагивают зеленые насаждения, работать с населением, информировать его, и самое главное объяснять, что в любом случае каждое удаленное дерево будет компенсировано либо денежно, либо его пересадкой, посадкой в другом месте. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, Телерада компания «Гомель». Оборону насельництва и беспечное функционование объектов жилево-коммунальной господарки обмерковали на коллегии МНС. Все лето на объектах, які обслуговывают жилево-коммунальные службы, специалисты фиксуют рост колькости пожаров. С этой нагоды выратовальники провели суместный сход з усими зацекавленными службами, от яких залежит в беспеках ромадзян. Об чим и шла размова, ведая Дмитрий Котау. Сход у таким формате проводится у Гомельской области в Першиню. Подставой для этого стал рост колькости надзвычайных здареньев у паравнани с минулым годом. Говорка идет про объекты, які обслуговывают жилево-коммунальные службы. На третью заросла колькость пожаров. На их загинуло людей удвоя больше, чем летать. Специалисты подкресливают, что жилево-коммунальная господарка таки ж орган профилактики, як и весь державный сектор. До того ж, керовники ЖЭСа узначалюють наглядальные комиссии на местах. Миновита гэты специалисты повинны своечасово информовать МНС, милицию и іншые службы про особ, які знаходятся у группе рызыки. Гэта не только ты, а хто пьет и курить у ложку, але и одинокие состарелые грамадзяне. Йось пожары у падвалах. Пытания узникают и по техничным стане жилевого фонду. Усё гэта патрабоя уваги. При этом у МНС подкресливают, что больше часто проводят рейды наглядальных комиссий сенсу няма. Треба повеличить выниковость этой работы. Если вы сказали, что не пей, не кури, проинструктировали, то это уже, наверное, самоубийца. Правильно? Если исключили все технические аспекты, что он где-то может пострадать. Проведенный мониторинг, выконание организациями и предприемствами ЖКГ законодавства без специй показал, что узровень супротив пожарной обороны объектов недостатковы, а местами и не сдовольняющи. Значная частка порушений организацийные и не потребует материальных выдатков. Говорка идет про обмежевание доступа чужих у подвалы и на техничные поверхи, за обеспечение выконания режима заховывания горучих материалов. Работа у нас плотная, постоянно совместно решаются какие-то проблемы, которые возникают. Также проблемы, которые возникают в ходе эксплуатации, это какие-то аварийные ситуации тоже совместные. Все вопросы отрабатываются, где-то МЧС делится с нами информацией, где-то мы оказываем свою помощь, то есть работаем плотно. По выниках посаджения принятые решения с уликами выказанных пропанов и заваг у всех затекавленных службов. Выконание поставленных заданий взято на контроль. Яугин Поболовец, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня на большей части республики чекается похоршение умов на дворья. По информации областного гидромедцентра, в нашем регионе прогнозуется невеликий снег. Температура поветра в день в складе от минус трех до плюс двух. На дорогах – гололедеца. Супрацовники Держаутоинспекции просить у всех удельников дорожного руху быть максимально уважливыми на дороге. Водителям необходимо выбирать такие худкости и интервалы помеж автомобилями, чтобы избегать раптовного торможения. Пешеходам обозначить себе светлоотбивальными элементами. На передо дне отзначили день ветеранов органов внутренних справ. В нашей стране ее святкуется с 2007 года. Для многих супрацовников белорусской милиции, которые служили в часы СССР, эта дата – День советской милиции – на завсёды застанется святочной. В Гомеле мероприемства начались из-за складания кветок до памятного знака с супрацовниками органов внутренних справ, которые загинули под час выполнения службовых обвязков. В червене этого года милицейская ветеранская организация Гомельщины означала свое 25 годы. Заразу есть структуры 61-ти, которые объединяют больше 4 тысячи ветеранов органов внутренних справ. В часу рачистой встречи, на которую были запрошены так само сучасными супрацовниками милиции, разговора шла об переемности поколений и необходимости профессийного выполнения своих обвязков. Нам приятно, что у нас сегодня присутствует поколение ветеранов Великой Отечественной войны, люди, которые после войны строили, восстанавливали государство, боролись с преступностью, и которые сегодня пришли на нашу встречу. В зале присутствует также молодежь, которая услышит, узнает о их хороших делах. Праца военных медсестер – их укладу великую перемогу. Наученцам Гомельского державного медицинского колледжа про житё и работу на войне рассказали ветераны Великой Отечественной. Наш корреспондент Ганна Корольчук так само долучилася до встречи. Утром проснулись, надели свои гимнастёрки и брюки, ничего не взяли с собой, не положено. Ложки за голенище воткнули, и всё. Сустреча проходила в форме диалогу поколению, где ветераны и военные медсёстры делились оперожитым. Когда начиналось наступление, пораненые поступали в шпиталь потоком. Хирурги працавали по некольки суток за пар и не отыходили от операционных столов. Спали некольких один у кутку и снова приступали до работы. Были дни, когда на одну медсестру доводилось по сотне пораненых, и кожному была потребна увага. Мы жили в госпитале, мы не ходили ни в кино, ни на танцы, у нас ничего, даже в голову не приходило, да и некуда было. Помогали, перевязки подправляли там, где кому надо, где покормить надо, где что-то рассказать, кому-то письмо написать. А то ещё раненый просил, лежит такой мальчик, да, раненый в обе ноги, и просит, сестричка, я ещё ни разу с девочкой не целовался, поцелуй меня, пожалуйста. Ну и что ты сделаешь? Я ещё сама не целованная была, но целовала. Преподрухтовцы мероприемства выкористаны материалы книги и шли по войне девчаты Бориса Долготовича. Она присвечена роли женщин у годы великой очины войны, их укладу у перемогу. Будучим медиком, гэтая тема близкая. Многие выбрали свою профессию, миновиты на прикладе военных медсестер и врачов. Дедушка воевал на разных фронтах, также он участвовал в штурме Берлина, где был ранен, ему наградили орденом Красного Знамени и орденом Красной Звезды. Моя прабабушка работала санитаркой, она помогала людям, она спасла немало жизней, в общем-то поэтому я и выбрал этот путь. Ханна Коральчук, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель». У «Гомель» отбылась сустреча адвоката у юридичной консультации чугуночного района с инвалидами по зроку. Для людей, які мают физичные обмежавань, гэта добра махчымасть доведаться в своих правах. Сустреча проходила у специализованной модели библиотеки филияла номер 5, что месяц ягонаведвальниками становятся каля 360 человек. Для людей с проблемами зроку створены усе умовы. Сучасная техника дозволяя сочит за пошними новинами краины из-за мяжи. Периодично организуются сустречи с юристами. Инвалиды по зроку познають про свои правы, цікавятся питаннями працеулаткованья, пенсийного забеспечения, социальных ильгот. Данное мероприятие у нас проводится ежегодно. Но мы не отказываем помощи данной категории лиц. И в течение года оставляем свои координаты. И по мере возникновения вопросов к нам, они звонят, приходят и интересуются теми вопросами, которые возникают. Сегодня отбудется премьера юбилейной программы эстрадно-симфоничного оркестра Гомельской областной филармонии. У листопаде коллективу исполняется 20 годов. На рахунку оркестра выступления зорками оперной сцены, ведущими солистами и шмат яскравых концертных программ. Сирот их – мелоды и кино, сусветные мюзиклы, да юбилею Высоцкого. Юбилейная программа отримала назву «Классик Нью». Она будет представлена на сцене Громадско-культурного центра «Сёння» у 18.01.30. Ярким акцентом вечера станет малявничное светловое шоу с элементами хореографии. Это будет модное направление сейчас в искусстве, которое у вокалистов называется «Классический кроссовер». Это исполнение классических произведений в современных обработках. Это как вокальное произведение, так и инструментальное произведение. Их это была пошняя информация нашего ранешнего выпуска. У студии для вас працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жадаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова